здравствуйте уважаемые любители силовых видов спорта вы смотрите канал самураи 21 века и я продолжая обозревать для вас самые последние тяжелоатлетические новости с проходящей сейчас олимпиады 2020 в токио рассказывать вам буду на сей раз о результатах выступления штангистов средневесов то есть категории до 73 килограммов ну что же начнем с первого места и так золотым медалистом на летней олимпиаде по химии 2020 проходящей в столице японии славном городе токио соревнуясь другими такими же отличниками по химии весовой категории до 73 килограмм становится 27-летний китайский уникум ши джи юн данная золотая медаль является не первой олимпийской наградой ши джи юна на предыдущих олимпийских играх проходящих в рио-де-жанейро в 2016 году он также сумел занять первое место выступая правда в более низкой весовой категории до 69 килограмм а на этих олимпийских играх в токио он помимо того что стал двухкратным олимпийским чемпионом так еще и установил новый мировой рекорд в рывке он поднял 166 килограмм в толчке со второй попытки сдюжил 198 и в сумме это получилось 364 килограмма кстати предыдущий рекорд также принадлежит ему то есть он сам же рекорды устанавливает и свои же рекорды бьет помимо вышеперечисленных спортивных заслуг в его активе также имеются победы на трех чемпионатах мира в 2015 году в хьюстоне в 2018 году в ашхабаде и в 2019 году в паттайе везде он занимал первые места из четырех чемпионатов азии в 2012 году в 2016 в 2019 и 2021 году он каждый раз увозил только медали наивысшего достоинства то есть золотые узнав о такой нескромной коллекции золотых медалей ши джи юна некоторые мои зрители наверняка зададутся вопросом в чем же секрет такой удивительной взрывной силушки этого уникального китайского богатыря в чем сила брат спросите вы ну что же прямым текстом я вам сказать не могу так как не все мои зрители будут согласны с этим но могу дать вам тонкий намек хотя нет толстый намек находящийся на шее у шэн джи юна который и объясняет почему данный спортсмен действительно является отличником по химии и обладает такими нечеловеческими силовыми показателями ну что опытные зрители моего канала с большим стажем силовых тренировок очевидно уже догадались что вся спина задние дельты и трапеции уши джи юна загажены лютым акне которая образовалась из-за чрезмерного потребления им йогурта и мюсли ведь как известно когда ты ешь много сладкого то уровень глюкозы в крови нарастает и это может привести к проблемам с кожей то есть как вы поняли шэн джи юн на помосте выполнял футболки не только толчок но и рывок а также и за кулисами вне помоста везде двигался не снимая футболку потому что не хотел чтобы другие участники соревнований вместе с судьями увидели все его прыщи и угри на спине ведь тогда они бы догадались что шэн джи юн потребляет много сладкого ему было бы стыдно перед другими участниками которые употребляют сладкого не так много то есть недостаточно много для того чтобы вылезли побочные эффекты которые пришлось бы скрывать черной футболкой если вы подумали что все что я сейчас сказал это камень в огород ши джи юна то вы ошибаетесь это вовсе не камень а целый булыжник но не в сторону отличника по химии ши джи юна а в сторону всемирной антидопинговой ассоциации которая к разным спортсменам разных стран относятся абсолютно по-разному то есть одним булочки до пышки а другим синяки до шишки но несмотря на прогнившую насквозь систему вады ши джи юн то ни в чем не виноват он тихо спокойно тренируется у себя в китае химичит не по-детски никого не трогает а то что всемирная антидопинговая ассоциация не дает химичить некоторым спортсменам с снг и вообще с особым пристрастием за ними наблюдает так в этом нет вины ши джи юна он свое дело сделал стал двухкратным чемпионом олимпиады по химии заслуживает как говорится всяческих похвал и я надеюсь что и на следующей олимпиаде он порадует нас золотой медалью и своей прыщавой спиной ну на этом закончим пожалуй говорить о ши джи юне будем надеяться что теперь его тренера будут расписывать ему менее побочные курсы на взрывную силу и сухую массу и мы переходим к следующему отличнику по химии занявшему на этой олимпиаде второе место хулиу рубену майоре перни вот так вот зовут данного товарища из венесуэлы глядя на этого темнокожего атлета нельзя было не заметить какой боевой настрой он поймал на эту олимпиаду на помост он выходил с таким видом будто он самый суровый мужик во всей венесуэле а круче него только яйца но вот как раз таки этих самых яиц ему и не хватило для того чтобы победить уже выше упомянутого мной ши джи юна ибо яйца хулио рубена майор и перни не способны вырабатывать столько тестостерона сколько нужно для того чтобы поднимать веса больше чем ши джи юн в рывке хулио рубен поднял 156 килограммов в толчке 190 а в сумме это получилось 346 килограмм а теперь сравните этот результат с тем результатом который показал человек лаборатория ши джи юн напомню его результат в сумме составил 364 килограмма и вот когда сравниваешь эти цифры то сразу понимаешь что хулио рубену майор и перни будет проще доехать до пекина на велосипеде причем задом причем закрытыми глазами чем поднять в рывке и толчке веса больше чем самый захимиченный китаец на свете ши джи юн но все же несмотря на такое приличное отставание по килограммам в сумме хулио рубен майора большой молодец он достойно боролся со штангой на этих соревнованиях даже бомбанул сальтуху на помосте после своей последней попытки и это его серебряная медаль на данной олимпиаде по химии является очень крутым суперским результатом возможно в будущем когда научиться химичить также жестко и прям вообще по беспределу как делают это все китайские атлеты он сумеет навязать достойную конкуренцию ши джи юну ну а пока что у него на этой олимпиаде только второе почетное место но зато у него и спина без прыщей теперь же давайте оставим хулио рубена майору пернью радующегося своей серебряные медали почивать как говорится на лаврах вице-чемпиона и обозреем последнего героя нашего сегодняшнего выпуска а именно отличника по химии завоевавшего на этой олимпиаде бронзовую медаль индонезийца рахмата эрвина абдуллу этот молодой перспективный 20-летний тяжелоатлет сумел собрать сумму на этой олимпиаде в 342 килограмма в рывке он поднял 152 а в толчке сдюжил 190 килограмм то есть в последнем тяжелоатлетическом упражнении он показал такой же результат как и уже вышеупомянутый венесуэльский гангстер но вот в рывке также как и естественно в сумме рахман эрвин абдулла уступил ему подняв на целых 4 килограмма меньше что в рывке что в сумме итоговый результат заслуженное третье место индонезийца и судя по его реакции после выступления спортсменов группы а он был этой своей бронзовой медалью очень и очень доволен что собственно говоря и неудивительно ведь и занять третье место ему удалось выступая не в группе а а в группе b а в ней традиционно выступают те атлеты которые поднимают веса несколько меньше нежели в группе а так или иначе все в этой категории сложилось так как сложилось фортуна была благосклонна к рахмату эрвину абдулле и он уедет с этой олимпиады по химии с бронзовой медалью с нетерпением будем ждать его следующих международных стартов молодость а значит и большое количество разнообразных химических экспериментов все это на стороне индонезийского спортсмена и ему еще очень многое предстоит пройти со многими побочными эффектами столкнуться но возможно когда-нибудь именно он сможет снести невероятного китайца ши джи юна с его олимпийского трона и звание самого захимиченного штангиста на свете весовой категории до 73 килограмм перейдет к рахмату эрвину абдулле на этом уважаемые любители силовых видов спорта данный новостной выпуск подходит к концу и я искренне надеюсь что все зрители моего канала сумели понять мой тонкий а иногда не очень но все же дружелюбный троллинг по отношению к той ситуации что абсолютно все спортсмены не только штангисты еще раз подчеркиваю абсолютно все спортсмены участвующие на олимпиаде по химии употребляют йогурт и мюсли но вот только спортсмены некоторых стран например китая и америки употребляют йогурт и мюсли на законных основаниях а спортсмены стран снг в частности россии казахстан и белоруссии вынуждены тайком употреблять йогурт и мюсли лишь бы всемирная антидопинговая ассоциация не застукала их а когда она все же застукает их за этим занятием то происходит то что произошло сейчас со сборной россии на этих олимпийских играх у спортсменов не было возможности даже пронести флаг своей страны на открытии олимпиады вот как-то так это есть мои мысли по данному поводу мне бы хотелось чтобы вы уважаемые зрители воспринимали данный выпуск больше не как с акцентом на троллинг самих спортсменов а с акцентом на высмеивание продажной и гнусной системы всемирной антидопинговой ассоциации которая занимаясь якобы вопросами регулирования применения допинга в спорте просто делает то что хочет то есть тех спортсменов которых надо допустить допускает до соревнований они угодных убирает с мировой арены нечего им выигрывать у китайцев и американцев пускай дома сидят и допинг тут кстати абсолютно не причем это лишь предлог на этом у меня все я продолжу снимать свои выпуски посвященная обзором последних событий происходящих сейчас на летней олимпиаде 2020 в токио подписывайтесь на канал чтобы не пропустить дальнейшие мои серии всем спасибо за внимание до новых встреч пока